Уголовники любят делать наколки с изображением различных животных. Для тату они выбирают изображение хищников, в частности медведя. Зеки символизируют это животное с явной агрессией нападения. Многие люди выбирают себе в качестве украшения татуировку с изображением медведя. Это животное выступает символом храбрости, ума, силы, выражает патриотические чувства. Для женщин медведица символизирует материнство, защиту. И совсем другие понятия вкладывают в тату с медведем уголовники. Несмотря на то, что вариантов эскиза бесконечное множество, всех их объединяет отнюдь непозитивные эмоции. Злость, ярость, гнев. Все эти качества есть в медведе, когда его расследить, забрать что-то или вторнуться на его территорию. Так и заключенные. Они не приемлют, когда нарушают их личное пространство, пытаются отнять власть. Но медведи накалывают отнюдь не все зэки. Такой символ носят только те, кого называют медвежатниками, то есть профессиональными взломщиками зомбов. Эти люди могут открыть любую дверь, вскрыть любой сейф. Но кроме лохматого. Такое умение осваивают далеко не все преступники. А потому человек, носящий подобную татуировку, считает себя уголовником. Особенным. Он имеет большой вес на зоне. Таких криминалитетов уважают. Почитают. Многие воры в законе как раз вышли из медвежатников. В зависимости от композиции, тату можно много узнать о человеке. Так, например, если на предплечье отсидевшего мужчины наколота лапа медведя, то это означает «беру сколько хочу». Когда зэк хочет показать свою власть на другими заключенными, то он убивает себе медвежий оскал. Чаще всего зубы и свирепый взгляд выходят в рисунки на первый план. Такую тату располагают на плече или спине. Еще одна разновидность тату – медведь держит средневековый топор с изображением трифовой масти. Такая наколка указывает на профессионального взломщика. Скорее всего, такой человек уже не раз отсидел за грабеж со взломом. Такая тату также может рассказать, что человек отбывал наказание в исправительно-трудовом учреждении. Медведь на тату обозначают прокурора.